В городском округе Щелково завершается обсуждение генерального плана городского округа Щелково. Впервые этот документ охватывает все бывшие поселения, входящие в состав бывшего Щелковского муниципального района. По большей части звучали вопросы о строительстве, строительстве жилищных объектов, в том числе и коснулись объектов образования, здравоохранения. Генплан предусматривает те самые пятна застройки, где такие объекты в ближайшие годы могут быть построены. Генеральный план городского округа спроектирован Государственным институтом НИПИ городостроительства на перспективу до 2038 года. За основу взяты утвержденные материалы проектов планировки и государственного кадастра недвижимости. В документе рассчитаны площади для восполнения дефицита в объектах образования, здравоохранения, культуры и спорта, исходя из перспектив жилищного строительства. При благоприятных экономических условиях в ближайшие 18 лет в округе может быть построено без малого 2,5 миллиона квадратных метров жилья на площади 370 гектаров. Проектом генплана предусмотрено строительство 20 школ и реконструкция 11 существующих в изведении 17 фоков, в шести из которых предполагается размещение бассейном. Все расчеты выполнены с учетом современных нормативов размещения. Этот материал, как генплан и ПЗЗ, он первое, определяет прогнозные данные по количеству жителей, от которых потом идет расчет на количество не только жилья, но и социальных объектов. К каждому из тех объектов, которые потом предусматриваются, определяется место размещения. Три недели публичные слушания проходили в каждом из 84 населенных пунктов городского округа. Дальше последует согласование, рассмотрение рабочей и согласительной комиссии. Только после получения положительного согласования министерства генплан будет направлен в район городской округ на рассмотрение Совета депутатов. До 12 декабря территориальное управление глав архитектуры принимает предложение по генплану по правилам землепользования и застройки до 30 января. У собственников земель еще есть время сверить границы, а у жителей внести свои предложения. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.